За прошедший период поиск путей решения проблем населения, своевременное устранение имеющихся недостатков стало основной задачей руководителей секторов. Взять, к примеру, Антижанскую область. В этом году в целях улучшения жилищных условий населения будет реконструировано 273 километра сетей питьевого водоснабжения. О ходе реализации проектов по обеспечению водными ресурсами наш следующий материал. Прошло уже более 40 лет с момента создания Махали Куйганёшто в Исбасканском районе. Несмотря на это, многие дома на сегодняшний день всё ещё не обеспечены чистой питьевой водой. По решению данного вопроса началась комплексная работа. В результате проведённых изучений решены проблемы 427 квартир на 9 улицах. В нашей Махале провели 6 километров водопровода. Теперь у нас есть питьевая вода. Теперь ещё на территории 3 километров начались работы по водоснабжению питьевой водой населения данной местности. Эти улицы также будут обеспечены водой. Потребность в живительной влаге покрывается за счёт артизанской и питьевой воды, которую привозят сюда раз в два дня, из-за чего населению приходится экономить водные ресурсы. Проведение сети водопровода началось и в Махале-Дослик Балакчинского района. Здесь ещё 4 года назад только 54% населения было обеспечено питьевой водой. Сейчас этот показатель вырос до 73%. В рамках осуществления проектов по водоснабжению населения определено провести водопровод к каждому дому. Вместе с этим установить счётчики. Вот и в этой Махале полным ходом осуществляется проведение труб и установка счётчиков. Следующий адрес – Шахриханский район. Здесь охват граждан водоснабжением 4 года назад составлял чуть больше 50%. На сегодняшний день за счёт проведения дополнительного 241 километра водопровода эта цифра достигла 77%. Местные органы власти также ведут контроль за качеством осуществляемых работ. В числе проведённых работ 14 километров водопровода отремонтировано два колодца и один построен. К концу ремонтных работ в Махале-Кунтепа будет обеспечено чистой питьевой водой более 5000 человек. Сформированы рабочие группы, в обязанности которых входит постоянный контроль за строительными работами. В Махале-Толга Мархаматского района прокладывается 9 километров сети. В настоящее время ведётся бурение двух скважин. Как результат этих добрых дел улучшится качество жизни 30 тысяч жителей.